Приветствую всех, приветствую всех. До начала одна минута. Валера у нас захотел, вернее, согласился записать великодушно. Не знаю, будет ли там записывать Ольга. Понятно. Сейчас достаточно слышно? Поставьте десяточки. Я немножко даже еще увеличу. Пусть будет так. Ну, давайте начнем. 11.45. Очень громко. Чуть-чуть убавлю. Друзья, Эту медитацию мы уже делали с отдельными людьми. Я по просьбе тех, которые не смогли тогда очно присутствовать, согласилась провести ее еще раз. Говорят, медитаций много не бывает. Некоторые люди медитируют в день, даже до четырех часов. А это вообще медитация созидательная. Здравствуйте всем. Очень рада. Это медитация созидательная. Созидательная. Ну, в общем, как и любая медитация. Потому что наше бессознательное само всегда ведет и приводит нас к лучшему. Посыл этой медитации такой. Будущее. Три недели, 30 дней, один год, 10 лет, 100 лет, 500 лет. И мы брали тысячу лет. И мы даже брали тысячу лет. И даже, может быть, это и не даже. А может быть, это даже и не так много. В пределах всего времени. Так, сейчас я поставлю еще раз. Кому слишком громко, можете убавить там звук у себя, наверное. Медитация с добрым посылом. Я приглашаю поработать над светлым будущим человечества. И над своим, конечно, тоже. Это будет шикарно. Заглянуть. Посозидать вместе с Эгребером Иисуса и Просветленных. Ну, мы их уже пригласили и приглашаем еще мысленно. И прочувствовать то, что будет за пределами нашей жизни в жизни. Ну и о своей не забудем. Нацелимся получше. И что тогда поможет нам? Нацеленность поможет, мотивация поможет. И поможет еще и в общем этот очень большой и очень такой ресурсный, что ли, посыл, который мы вообще задел, делаем на большое, на будущее, будущее человечества. Делается это всегда ведь из самых добрых, великодушных, даже миссионерских побуждений. Я так думаю, что, наверное, пора пару слов сказать о том, что такое медитация или что такое транс. Вообще транс, я называю это словом транс. Кто-то называет слово медитация. В общем, это в принципе, ну это вообще одно и то же. Ну я иногда вношу чуть-чуть другие какие-то смыслы. Ну в общем, это одинаковое одно и то же состояние, которое начинает переживать или проживать наше сознание. Ну вообще, в принципе, мы. Это состояние очень естественное для человека. Мы бываем в трансовом состоянии, когда мы ложимся спать. И вот и мы о чем-то слегка задумывались. И мы чувствуем, что мы вроде как уже не совсем в реальности. В реальности, но и не совсем во сне. В трансовом состоянии мы бываем тогда, когда, например, мы едем в метро. И очень часто можно увидеть, как вот мы держатся кто-то за порчень. Но находится в данный момент не здесь. И даже иногда переживаешь за этого человека. Хоть бы он не проехал свою остановку и вышел вовремя. Вот он находится в трансовом состоянии. В трансовом состоянии мы, ну я думаю, что уже помним. Чтобы много времени на это не тратить, идем дальше. Итак, трансовое состояние – это естественное. Трансовое или медитативное состояние – это самое естественное для нашего сознания состояние. Следующий момент, о котором, наверное, стоит сказать тоже заблаговременно, это момент вот какой. Я сказала, потворим или посозидаем вместе с Иисусом Христом и с просветленными. И с Иисусом Христом мы можем сказать, если у кого-то не христианское верование, а какое-то другое, значит, все святые, великие, в кого вы верите, каждый может пригласить своего. Своего человека, с которым, может быть, уже общался, которому читал молитвы, которому мысленно когда-то обращался, видел отклик от этого, в которого верит. Андрей Лаптев, ты можешь пригласить своих ангелов, которые когда-то тебе сообщили свои имена. Я помню этот момент, когда ты делился этим откровением. Давайте пригласим их сейчас. У меня была такая практика, я уже рассказывала, когда я пригласила к району, и мне очень захотелось узнать, что происходит без меня сейчас в том месте, где я хотела быть, но я не смогла. И потом, вы удивитесь сейчас чуду, когда я стала переписываться с девушкой, которая там была наяву, то она описала всё то, что показал мне к району, что я увидела. Я видела, как они пели, я практически вместе с ними, как они вместе танцевали, и какой танец они делали, закручивали спираль. Я всё это увидела. К район мне показался очень таким юмористически, дружелюбно настроенным. Это было очень здорово. У меня было такое общение с Иисусом Христом, когда я просила о квартире. Я тоже рассказывала, буквально мне нарисовался в небе. Я иду с электрички, посмотрела вдруг на небо и думаю, Боже мой, это же Иисус Христос. Я вдруг понимаю, что это он мне говорит. Да слышу я тебя, слышу. И после этого мы через неделю получили ордер на квартиру трёхкомнатную, в которой живу сейчас. Практически бесплатно. Ну, может быть, и получила бы я бесплатно совсем, но тогда мои ограничительные программы не позволяли этого. Вот сейчас вы можете пригласить. И пусть они, мы помогаем им, потому что я абсолютно уверена или что ли знаю, что это с их подвижки, подвижнической деятельности. Сейчас, подождите, я отвечу быстренько. Я не поняла, кто подаётся. Так, друзья, кто позвонил? Перейдите, пожалуйста, по ссылке, мы уже в чате. Хорошо? Я не поняла, кто позвонил. Перейдите, пожалуйста, по ссылке. Так, вот такое. Давайте посмотрим вот ещё о чём. Я пока не буду переходить ко второму слайду или даже к третьему. А он будет... Почему? Потому что я хочу... Даже я считаю не то, что я хочу. Я считаю это правильно. Чтобы не называла я сейчас свои цели, какие я записала в этом слайде, цели для себя, цели на настоящее. А чтобы каждый задумался сейчас, вот знаете о чём? Ну вот, а что хорошего, тем более пользуясь тем, что... Давайте прямо сейчас вот призовём так, чтобы мы прочувствовали, что вот Иисус Христос. Позовите, пожалуйста, сами мысли, на кого вы хотите. Потому что я ещё раз говорю, что мне Пётр писал, а если мне близок и дорог не Иисус, а, допустим, Мухаммед, то вот я поэтому сейчас как бы вот, что каждый своего, и чтобы почувствовали присутствие и почувствовали вот, что мы единомышленники, и они тоже участвуют в этом процессе. И вот я этому моменту даю несколько секунд, чтобы он всё-таки был как-то прочувствован. Может быть, Николай Чудотворец. Вот Николай Чудотворец у меня на столе. Может быть, Божья Матерь. Пусть придут великие... Ой, Боже мой, наверное, Божья Матерь откликнулась, меня что-то прослезить начинает. Может быть, придут и помогут. Напишите, пожалуйста, мне, дайте какой-то отклик. Получилось ли у вас что-то прочувствовать и кого-то пригласить? Чтобы я знала. Мы идём дальше. У нас сегодня просветлённых или полупросветлённых, Валерий, много. Из присутствующих здесь есть люди, которые откликнулись. И я прям очень... Ну, я очень благодарна. Мне очень-очень приятно. Вот лично от себя говорю. Что появились новые люди. Я знаю, что это просветлённые люди. Я могу представить вам Александра. Так, Александр, сейчас меня вечно клинит на фамилии. Извините, пожалуйста. Шпренгер. Александр Шпренгер. Я знакома с ним лично, когда-то мы познакомились. Он замечательно и пишет просветленческие стихи. Валера, если хочешь, приглашай его в чат к себе писать увлекательно. Или Ольга Грибанова. Есть у нас Сергей Савиных. Мы вчера с ним общались. Моих почти 12 ночи. После того, как Сергей провёл с нами вот то замечательное, что он вчера сделал. Ольга, или пусть это как-то восстановится. Или, может быть, я хочу заранее сказать. Мы попросим Сергея ещё раз сделать ту технику, практику, которую он сделал нам. Может быть, в какое-то другое время. Потому что мне прямо вот потрясающе всё это. И захотелось даже ещё раз. Так, ну, получилось, пришло спокойствие и умиротворённость. Давайте дальше двигаем. Спокойствие и умиротворённость – те самые как раз знаки, которые как раз это энергетическое состояние светлых ликов. Вот тех святых, которых мы пригласили. И просветлённых. Итак, пойдём, давайте вот о чём сейчас. Но у нас есть и то настоящее. Вот Ольга Горецкая пишет, что она не может зайти. Олечка Грибанова, может быть, ты поможешь? Потому что она хотела, я за ней это время поставила. Идя ей как бы навстречу, поставили это время. Она не может зайти. Оль, поможешь ей зайти? Олечка, напиши, пожалуйста, что-нибудь. Алло. Ольга, меня слышно? Потому что я сейчас не знаю, как ответить. Оль, ну тогда всё, Оль, свяжись, пожалуйста, как-то с ней. Итак, у нас сейчас есть настоящее. И в этом настоящем есть что-то такое, знаете как, животрепещущее. То есть такое, чему бы хотели исполнение. Вот я сожалею о том, что не пришёл мой двоюродный брат, я его пригласила. Может быть, он не увидел. У него там наверняка огород сегодня воскресенье, он с утра не увидел. Он очень животрепещуще относится к тому, что происходит вот в Новороссии. Что происходит в нашей организации объединённых наций. Он очень часто мне об этом пишет. Что вот, а если бы вот так? Может быть, для кого-то вот эти вопросы как-то тоже актуальны. И может быть, даже кто-то захочет что-то в этом плане улучшить, изменить. Больше справедливости в мир добавить. Есть что-то насущное, такое, которое ваше бессознательное знает. Я скажу вот так. И поэтому я сейчас перейду вот к этому слайду. Вот посмотрите, о своих целях я попробовала их сгруппировать, поскольку у нас медитация такая на 3 недели, на 30 дней, на год. Посмотрите, как сейчас уже начинает простраиваться какая-то активация. Правда, вот в каждом. Потому что мы не всегда вот так планово держим свою жизнь. Это уже какая-то нацеленность происходит. И даже если нет, а я не знаю, что я хочу, чтобы было через 3 недели. Пусть бессознательные подскажут. И пусть какие-то ресурсы помогут все-таки двигаться к чему-то более лучшему и светлому в нашей настоящей реальной жизни. И светлые, просветленные тоже помогут нам в этом. Вот я сгруппировала цели на 3 таких категории. Это цели на обретение состояния, то есть самоощущения. Ну, например, я писала то, что было на несколько дней назад актуально мне. Сейчас уже очень многие подвижки во мне произошли. Вот смотрите. Обрести состояние и быть в состоянии спокойствия и адекватности всегда. Я бы добавила еще и миролюбие. Вот сегодня, например, вот мне сейчас это пришло. Стать человеком любовью к людям и миру. Вот не любить, а стать человеком любовью. Об этом тоже говорили. Помните, я говорила о том, что вот мы обычно любим за то, что любят нас. А вот попробовать любить априори, так как я тоже рассказывала, как я попросила Николая Чудотворца дать мне свое состояние. И вдруг я почувствовала эту тихую, ну вот как-то тихую. Потому что это настолько было мило. Это с какой-то или мудростью, любовью, что ли, понимаете? Ведь и правда, Бог уже не может выборочно кого-то любить. Он любит всех. Вот стать таким человеком любовью к людям и миру. Что называется, ну возлюбитый ближнего, возлюбитый априори первым заранее. Посмотри, как на любовь откликаются любовью. Ну хотя бы миром, дружбой. Стать, ну я для себя писала, сексапильной, эротичной и стройной. Но стройность относится тоже к самоощущению. Самоощущению себя и, соответственно, это состояние тела. Ну это как задача. Кто-то может о каких-то своих целях еще что-то подумать, добавить. Может быть даже просто сосредоточиться на том, чтобы сосредоточиться на целях. Или на каких-то мечтах и начать мечтать, чтобы активизировать какие-то свои ресурсные состояния. Радость к миру и себе. Спасибо, Валера. Радость к миру и к себе. Радость себе самому, самому себе радоваться. Вот цели по сферам жизни. Деловая сфера может быть чего-то достичь. Может быть достичь увеличения зарплаты. Может быть достичь лучших профессиональных навыков. Может быть достичь карьерного роста. Ну амбициозные человекы считают, что я принесу пользы больше этому предприятию или это в моей работе, если вот я каких-то больших высот достигну. Я сейчас говорю о том, о чем может каждый для себя подумать. Семейной жизни, личной жизни. Что хочу? Хочу, чтобы меня любили. Может быть получше сформулировать. Я сегодня, знаете, о чем задумалась? Вот стихи есть у Марины Цветаевой. Не надо людям с людьми бороться. Смотрите, полдень. Смотрите, уж скоро ночь. О чем? Поэты, любовники, полководцы. Но я бы сказала более позитивно. Если не надо бороться, а бороться-то ведь это не только войны. Может быть мы о прекращении войн какой-то посыл созидательный сделаем. Вообще о прекращении войн. Войн, который с автоматами, с оружием. Но и войн вот этих, о которых сказала Марина Цветаева. Потому что мы ведь очень часто, спасибо, Сергей, вчера как-то вот эта перестройка у меня после разговора ну вот с вами стала происходить уже сегодня. Ведь мы боремся на уровне каком-то ментальном, там еще каком-то, ну тоже амбициозном, какой-то уровень гордыни своих самоощущений. Не надо людям с людьми бороться. Может быть стоит действительно, ну как-то полюбить, быть проще. Так личная сфера. Может быть это обретение семьи. Может быть чтобы с ближними любовь-то получилась. Может быть вот такое. И сфера здоровья. Я говорила и говорю. На здоровье ставить себе вот эту цель, как бы вот мечта, цель, это даже намерение созидательное. Обязательно. Потому что это вообще основа и база. И цель обрести навыки. В деловой сфере, в личной, может быть в личной. А может быть это даже вообще навык говорить ласковые слова. Правда? В профессиональной. Ну каждый знает в профессиональной какие. Пусть сейчас уже нацеливается. Пусть вот что-то происходит. Научиться говорить так, чтобы слушали или понимали. Чтобы выполняли команды. Может быть, чтобы привлекать клиентов легко и просто. Чтобы уметь говорить так, чтобы это получалось. Вот каждый пусть продумает сейчас для себя. Ну бытовой, коммуникативный, полезных для себя, для других. Вот такой слайд. Себе дороже любить себя. Да, вот такой слайд. Сейчас, ну вот посмотрели, самоценность, уверенность. Как здорово, что вы стали это писать. Вот может быть это, я считаю, что я молодец. Значит, все-таки вот пошла работа эти мысли. Может быть она посыл мне, я так вообще предполагаю. Что эти сильнейшие люди в любви к себе и к людям и в уверенности своей. Они желают того же и всем присутствующим, и мне в том числе спасибо. Может быть еще какая-то мысль появится сейчас. Я сейчас вас нацеливаю на то, чтобы транс, вот это вернее медитация, произошла или прошла у нас успешно. Чтобы ваше бессознательное повело и показало вам самоценность. Чтобы повело и показало вам то, что оно само знает, что для вас важнее, ценнее. Но и мы же будем делать вот это. Смотрите, каким силам мы помогаем сейчас, кстати говоря, работать над своими насущными, вот этими, над какими-то изменениями в себе, над улучшениями, с какой целью. И скажите, пожалуйста, разве это уже не задел будущему? Может быть, я хочу видеть более каких-то воспитанных, миролюбивых людей прямо сейчас. Может быть, я хочу, чтобы из окон не мусорили, не выбрасывали ни бумажки, ни сигареты. Может быть, чтобы не жгли леса, думая о том, что ведь в этих лесах живут животные, пусть даже мышки, пусть даже просто полевые мышки. Какая трагедия для них, никто не задумывается. Ну, может быть, кто-то задумывается. Вот об этом, чтобы прекратилось это, чтобы вот это благоразумие, ну, разумность и махождение своего предназначения, того, что я умею, хочу делать. Ведь это такая радость, когда человек не будет заниматься чем-то, ну, просто вообще негодным, скажем так. Профессионализм, я об этом тоже говорила. Тогда не будут падать самолеты, они будут летать. Потому что будут их делать люди, которые абсолютно ответственные, профессионалы, и точно так же и летчики. Ну, и о чем угодно можно. Книги будут писаться, фильмы будут ставиться. Послушайте, а мы не сделаем нам вот такой посыл нашему телевидению. Ведь было телевидение советских времен, которые, я помню, как много фильмов, которые можно смотреть и пересматривать. Ну, возьмите с участием Дорониной и Мачеху. Я бы ее смотрела и пересматривала. Насколько это духовный фильм. Сейчас я, ну, по пальцам перечесть, вот, чтобы назвать можно было такое, и тем более передачи. Вот хорошо я сейчас нацеливаю себя и вас. Я об этом думала. Итак, через 100, 500 и далее, каким силам мы помогаем сейчас, какому эгрегору? Вот на этот вопрос ответьте, а зачем воевать с собой, первый, двух, всех. Ну, не себе, а ты скорее себе. Ну, Валюш, пусть ответ тебе придет. Вот идет вот этот поиск ответа, это вот размышленческое состояние, о котором Валера говорит, оно очень правильное. В каком мире хотелось бы жить? Пьер, это ты имеешь в виду, а внешности интересная вещь. Мне знаешь, что кажется? Мне кажется, что любовь Наташи помогла ему полюбить себя и внешне. Мне так кажется. Хотя, впрочем, может быть, он вообще как-то никак не относился. Мне кажется, что он спокойно относился. Он был такой уверенный человек. Что волнует больше, мир техничности или духовности? Если кого-то больше интересует, вот, а что будет? Это просто хочется увидеть. Тогда делаем запрос сейчас на ясновидение, чтобы ясно увидеть, что в техническом плане произойдет, но будет. И держим вектор на абсолютный позитив, потому что мы созидаем. Вот мы созидаем, как мы сейчас делаем при помощи высших сил. И сами ощущая себя этими высшими силами, то и будет. В плане духовности. Что бы хотелось увидеть через тысячу лет? Какие правила общения между людьми? Какова экология, природа? Если леса посыл сохранения лесов, морей, может быть, что-то, например, я хочу, чтобы в Москве потеплело, потеплело, чтобы осень была почти равнозначно полностью где-то. Ну, вот в такой погоде, как сегодня. Ну, так 17-15-17 градусов. И зима была чуть покороче. Может быть, это реально. Может быть, от каких-то ветров. Может быть, там от головы стрима зависят. Сочетание духовности и техничности. Ну, вот я думаю, что уже пора приступить к медитации. Если кому-то очень легко начинать... Ну, давайте так, ладно, начинаем. Что такое трансовое состояние вы вспомнили? Вы смогли нацелиться на какие-то свои цели и вспомнить о них. А если даже нет, то давайте доверимся нашему бессознательному. И оно само покажет нужное. Покажет, как что-то подкорректировать или улучшить. Потому что у нас медитация вообще созидающая, созидательные направленности. А созидать хотим лучшее и наилучшее. И очень хороший посыл у нас всему человечеству. Вот всему человечеству на будущее. Миру, каким хотим, видеть. Или просто, даже если не будем жить. А может быть и будем в каком-то воплощении. В каком мире. Будут жить наши или прапраправнуки наших прапрапраправнуков. И пусть и они будут счастливы. Ведь это же мы. Это человечество. Это ответственность какая-то. Она идет, наверное, от радости. От радости того, что вообще есть эта планета Земля. Есть это Солнце. И есть вообще наша жизнь. И нам даровано это счастье. Вот это счастье жить. Любоваться, видеть. Созидать. Этот великий посыл очень большой. Очень хороший. Очень благотворный. Мы его тоже держим где-то чем-то таким главным. Сейчас можем прочувствовать, как начинает расслабляться наше тело. Если вы сидите или вы лежите, прочувствуйте прикосновение. Прикосновение тела к тому, на чем сидите. Зафиксируйте. Или на чем лежите. Сам момент прикосновения. В этот момент времени ум начинает успокаиваться. Утихомириваться. И начинает активизироваться подсознание. Высшие силы, которые есть у нас. А силы есть такие. Я когда-то ходила по раскаленным углям. Я даже не поверила в это. Захотела пройтись еще раз. Потому что умный мог поверить, что я это сделала. А когда через пару дней мы делали шашлык. И я поднесла руку к этим раскаленным углям. И у нас все-таки вот это недоумение было. Каковы же ресурсы в человеке. Что если было, себе сказано, безбольно, безболезненно, пройду легко. Вообще легко. Как будто я иду просто по обыкновенной холодной земле. Вот так и получилось. Понимаете, насколько созидающая мнис. Невероятно созидающая. Сейчас ваше тело расслаблено. Прочувствуйте, как расслабляется ваше тело. Ваш ум отдыхает. Вам хорошо, приятно и комфортно. И только ваше бессознательное и светлое, подключившееся к этому силу, помогает. Помогает нам. Чтобы получилось. Получилось увидеть. Получилось прочувствовать. Получилось активировать самые нужные ресурсы. И если мы даже не знаем, какие это ресурсы. Пусть бессознательные. На бессознательных уровнях. То есть уровни, которые пока не понимаются нашему уму. Активируют. Что мы хотим. В какой реальности счастливы. Оказаться через три недели. Вот сейчас, закрыв глаза, вы можете увидеть, в какой реальности вы оказались. Может быть, в какой-то комнате вы находитесь. В каком-то помещении или на открытом воздухе. Посмотрите, какое освещение. Свет ли вы видите. Солнце ли свет или включенных лампочек. Посмотрите, есть ли кто-то рядом с вами. Может быть, вы что-то слышите. А может быть, вы видите, произведенные собой впечатления на кого-то. Через три недели вы оказались. Вам ваше бессознательное. И если вы можете как-то отреагировать и написать, можете поставить плюсик. Что это у вас получилось. 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 Увидеть. Получилось прочувствовать. Может быть, нацеленность на дальнейшее прочувствование. Что-то получилось. Посмотрите. Получилось. 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 Посмотрите, что из каких-то ваших намерений, желаний или целей исполнилось и получилось через месяц, это 30 дней. От сегодняшнего дня – это целых 4 недели. за которых очень многое можно достичь. И смотря в какой, в любых целях, в любых сферах, или это обретение навыков, или обретение ресурсного состояния, или просто в сферах жизни, что-то происходит, что-то произошло. Посмотрите, что радует вас спустя 30 дней. Месяц. Картинки чего вы видите? Что очень актуально? Что очень актуально? В любом плане. Может быть, даже не лично для вас. Может быть, даже действительно для нашего правительства, нашего Путина. Что очень актуально? Бывает такое, чем животрепещущий дышит душа. Может быть, из-за этого как бы плана вы что-то увидели. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается и хочется. Хочется начать привносить в эту жизнь что-то лучшее прямо сейчас. Вот то лучшее, что желаем человечеству через тысячу лет, может быть, можно привносить и созидать прямо сейчас. В своей очень успешно позитивной, радостной мысли. Умением перестраивать свои мысли на позитивные, умением менять отношения на позитивные и к себе и к кому-то. Умением владеть собой и быть в душе любящим, радостным, чем-то увлеченным, хорошим человеком. Итак, впереди год. Посмотрите, а что будет через год? Вот через год в вашей жизни. Чему радуетесь? Чему радуемся? Может быть, что-то можно подкорректировать. И мы тогда сделаем это прямо сейчас. А подкорректировать и как работать с этим? Очень просто. То, что вы видите сейчас, или вы чувствуете, изменить оно лучшее. Нужно воспользоваться приемом образа. Допустим, сейчас это можно представить, как теннисный шарик серого цвета. Осветлите его. И вы будете знать, что это улучшение. А подсознание, оно и говорит на языке образ. И чтобы душе стало радостно, какие-то радостные картинки начинают рисоваться, появляться, вот появляться, вот на этом, в этой материи подсознательного. Того, что будет происходить через год. Через год, спустя год, мы движемся к тому, что, а что же будет через 10 лет. Но, может быть, давайте, прежде чем прийти к этому через 10 лет, подумаем о том, а что мы еще себе хотели бы запланировать. Может быть, омолодить свой организм лет на 15 на клеточном уровне и на внешнем уровне. Оздоровить. Может быть, оживить какие-то гормоны, присущие молодости. феромоны, эндорфины, гормоны радости. Может быть, адреналин, присущий увлеченности, заинтересованности в жизни, созидательности. Может быть, какие-то еще. Давайте погрузимся в то, что нарисует бессознательно или покажет спустя 10 лет. Захотите стать более, может быть, смелыми в чем-то. Может быть, еще более влюбившимся в жизнь. Я всегда говорю, посмотрите, 95 лет, по-моему, ей, Ирине, забыла фамилию, которая возглавляет Пушкинский музей. Видели ее? Она выглядит на 70, а ей за 90. На мировом уровне активнейшая, позитивная, созидательная деятельность. Вот, может быть, вот такие примеры могут как-то активировать собственную смелость и увлеченность, может быть, активностью какой-то. может быть, но бессознательная знает лучше. Бессознательная знает лучше, но мы можем подсказать захотеть. Правда? Посмотрите, что вы видите через 10 лет. Какие, какую картину попали? Что рядом с вами? Что видите? слышите? Что слышите? Что, как себя ощущаете? Есть ли чувство просто удовлетворенности, радости? Может быть, какая-то общая атмосфера, общая атмосфера окажется тем радостным, что увидите. Мы можем созидать. Вот те сферы, которые актуальны, давайте в них что-то сделаем лучше, радостнее. Теперь давайте попадем в картину будущего через 100 лет. через 100 лет будем мы жить или не будем. А может быть, запланируем сейчас. А даже да жить таки. Интересно ведь. Через 100 лет. 100 лет это век. Вот 100 лет прошло со дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. Посмотрите, как много исторических событий или каким многим была наполнена история нашей страны. Но ведь это не только наша страна. Это, например, мои дедушка, дедушки, бабушки, родители, их молодость, их юность, мое появление на свет, освоение космоса. Пошли дальше, дальше. И вот что сейчас через 100 лет? Так что хотим вот через 100 лет от настоящего момента увидеть лучше? Вот лучше. Значит, может быть, корректировка настоящего прямо сейчас пойдет. И в каком плане лучше? может быть и духовный, конечно, план, план нравственный, план этики, материальный план, план, может быть, какой-то справедливости, но и одухотворенности людей. Это для меня актуально. Мне сейчас так как-то пришло это сказать. Может быть, какие-то вот свои картины, как очень мудрые люди, с очень мудрым бессознательным. Что вы увидите? Мне бы даже было очень интересно это вот в обратной связи прочитать, что вы напишите. Настоящая созидательность. Давайте прям настоящую созидательность включим. Просим высшие силы, высшие духовные силы, посозидать вместе с нами, подсказать, помочь, может быть, даже вдохновиться чем-то, но помочь, сделать очень классным для жизни людей через сто лет и, может быть, для нашей. Тогда уже сейчас нацеливаться на обретение просто могущести в здоровье и какой-то такой цели, которая мобилизует силы на то, чтобы так долго жить. Давайте посмотрим, а что будет через 500 лет. Через 500 лет. Это вот от эпохи примерно, я восприниму очень, ну, Ивана Грозного. Вот представляете, это сколько всего было и произошло. Вот эти вот 500 лет вперед от сегодняшнего дня. 2517 год на календаре. 2517. Смотрите, в какой реальности того времени вы окажетесь сейчас. Что удивило? Что обрадовало? Может быть, стоит что-то подкорректировать, улучшить? У нас сейчас 2000, какой-то 2017. Значит, плюс 500, 2517, по-моему. Ну, Оля увидела 2617. У меня уже такой год идет. 2517 год. От нынешнего дня. Что? Что-то же удивительное. Может быть, хочется от этой даты 2500 или 617. Оглянуться назад и что-то подкорректировать. Может быть, ведь и так бессознательно повести, если мы тревожимся самым хорошими, созидательными посылами своей души, чтобы жизнь была в мире. И в мире не только вот в плане оружия, как я уже говорила, а чтобы люди друг с другом, друг другу радовались, улыбались, чтобы каждый был самодостаточным для того, чтобы принимать другого с его особенностями. А может быть, уровень воспитанности будет уже такой духовности, такой, что это будет просто счастье. как бы все единомышленники и друзья свободно и легко. Что вы увидели? Давайте шагнем еще дальше. Через тысячу лет. Это будет не 2017 год, а три 2017 года. Давайте сначала что увидите, потому что интересно в плане техничности, в плане экологии, в плане мира. Я сегодня вообще даже думала, а может быть, произойдет что-то, знаете, в каком плане? Что даже животный мир станет духовным. Например, тигры не будут есть слабеньких зайчиков. Вот может быть, потому что мне всегда жалко тех, которые приспособлены и мы, в том числе человечество. Но это моя мысль. Что покажет вам ваше бессознательное? И в каком плане? Уже и в каком плане? Может быть, в плане техническом? Может быть, наоборот, что-то станет проще? Может быть, в плане социальной справедливости? Ну, желательно, конечно, вообще в духовном плане, в плане нравственном. А может быть, вы увидите себя в каком-то воплощении. Это будет чудо. Это будет очень интересно, мне кажется, и очень здорово. Ваше бессознательное показало, вам провело вас очень созидающий посыл. мы сделали все вместе. Посыл мира, доброты, света, какие-то ваши душевные, я свои ведь говорю, а у вас есть какие-то свои душевные, есть какие-то. У высших сил, у Божьей Матери, что она хотела человечеству нам? Что бы хотел Иисус Христос или Николай Чудотворец, или Мухаммед, или Владыка Кутхона, что бы они захотели может быть дать нам, может быть нас сделать вот такими, которыми уже сейчас закладывают эти кирпичики того будущего, которому бы рады были мы, рады были бы мы вот жить через 500 лет, в каком обществе, среди каких людей, какими быть, через тысячу лет, и чтобы наши прапрапраправнуки, наших прапрапраправнуков все же обрели это счастье. Такие картины, я думаю, что вам ваше бессознательное вам показало. Ну, я поэтому думаю, что, в общем, уже пора выходить из трансового состояния, пора возвращаться в реальность, в настоящее здесь, где каждый из нас сейчас находится, пусть, открыв глаза, увидит. Да, вот она моя комната. здесь и сейчас очень легко возвращаемся в настоящую реальность. Можем потереть ладошки и прочувствовать силу наших пальчиков. Можем постучать ножками и вот так поулыбаться. Можем даже что-нибудь спеть, типа «Широка страна моя родная». Так, чтобы голос свой услышать и порадоваться ему. Скажем спасибо друг другу за то, что пришли. Я говорю спасибо вам за то, что пришли. Огромное спасибо за отзывчивость, за душевную доброту и за желание. Я знаю, что очень многие уже давно над этим поработали. И все равно за это очень спасибо. Вот. Говорим спасибо высшим силам Иисусу Христу и другим тем, которые вели, помогали. Своему высшему я спасибо. Вообще спасибо этому миру радости жить. И попросим, наверное, если это актуально, пусть это работа, работа по созиданию наилучшей желаемой жизни, может быть, даже работа над собственными мечтами, о том ли я мечтаю. И то ли, что мне захотеть мечтать, ну пусть бессознательно, но пусть же подскажет, пусть эта работа продолжится, и пусть она продолжается тогда, когда вы спите, а потом наутро вы вдруг открываете глаза, что-то делаете и замечаете, что ведь что-то другое, я другое, отношения другие, что-то улучшилось, новости слышу, которые меня радуют, что-то улучшится. Так, спасибо Валера, спасибо Галина, спасибо Валентина, спасибо Ольга, спасибо Тамара, как много людей уже написали. Вот, я еще раз благодарна вам всем, ну и давайте продолжим дружить, получше, поближе и попроще, ладно? Так, Валера приглашает сегодня, те, кто не был, может прийти в чат, который называется писать и говорить увлекательно, вот, здорово, там, знаете, был очень здоровский момент, когда мы обсуждали наше произведение, потом Валера умеет так вдохновлять, что пишет, писали за пять минут, вот, и очень творчество активизируется, сознание как-то, вот ум простраивается, начинает образность какая-то, картина абстрагирована, знаете, как свысока, схемно видится, это очень здорово и полезно вообще для всего. Так, ну, творческие какие-то моменты, ну, в общем, ладно, я об этом сказала, загляните, напишите Валерию Гусарову, так, я что еще могу сказать, что очень хочу еще от себя попросить Сергея, чтобы он еще раз провел с нами вот то, что он делал вчера, пожалуйста, вот, давайте дружными аплодисментами попросим, это было настолько потрясающе, что прям очень хочется, а в записи, по-моему, Ольге не получилось, ну, если получится, то очень хорошо, вот, ну, друзья, спасибо, и, если что-то увидели, я, знаете, прям о чем попрошу, это так здорово, я потом могу это использовать, ну, как бы я использовать или мы использовать, даже уж хочется от мы говорить, знаете, где вот в каких-то, если что-то будет радостное, хорошее происходить, даже впечатление от медитации, но я всегда, я проводила тренинги, и знаете, я что просила, я просила, друзья, напишите, что произошло через три недели, потому что для меня более значимо, я знаю, что обычно после тренинга всегда это вдохновение, и как-то, ух, сколько всего здоровского, но ведь старые программы только еще ломаются и перетрансформируются, а вот когда через месяц, через два, какие-то успехи, это я уже считаю обретение стабильности какой-то, вот, поэтому напишите какие-то хорошие отзывы, используем это для того, чтобы приходили, приходило побольше людей, ведь это, понимаете, они начнут даже меняться, что-то в их жизни значит нет, значит созидательность сама по себе пойдет в наилучшей реальности в настоящем времени, все, целую всех, целую всех, спасибо, пока я выхожу, спасибо, Валера, так, спасибо, Сергей, прям здорово, так, слышали, о чем попросила, так, все, я выхожу, очень хорошего дня всем желаю, замечательного настроения, и следующей неделе просто очень плодотворно и на вдохновение, спасибо, спасибо, Продолжение следует...